Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам одну из самых популярных проблем при просмотре спутникового телевидения. Это табличка «Нить сигнала на телевизоре». Давайте разберемся, с чем это может быть связано. Первое – это неисправность оборудования. И это самая обширная причина, из-за которого может писать на телевизоре «Нить сигнала». И это оборудование можно разделить на три группы. То, что находится на улице – это антенна спутниковая. Второе – это кабель, который идет к телевизору, к спутниковому приемнику. И приемное оборудование – это спутниковый приемник, ну или каммодуль, если смотрим без спутникового приемника. Что касается спутниковой антенны. Очень часто выходит из строя конвертер. Это так называемая головка, которая стоит на спутниковой антенне. Она стоит немного, но если вы на нее посмотрели и увидели какие-то повреждения или отломалась, ну, потрескалась крышечка, то в любом случае дело в конвертере. Его нужно менять. Если есть доступ к антенне, поменять его можно и самостоятельно. Если нет, тогда вызывать специалиста. Также антенна могла сбиться из-за ветра или каких-то других факторов. Это можно проверить, включить канал. И, опять же, если есть возможность застать до антенны, надавить на антенну вверх, вниз, лево, право примерно на сантиметр, не откручивая ее, и посмотреть, может быть, появился сигнал. Если сигнал появился, то антенну необходимо немного поджать в эту сторону. Тогда вы сможете справиться без специалиста. Второе, нужно проверить кабель. То есть антенный кабель по всей длине проверить трещины, переломы, и разъемы, которые подключаются к самому конвертеру, можно проверить, и к спутниковому тюнеру или телевизору. То есть, может быть, отошел контакт. Нужно это все проверить, открутить и закрутить заново. F-разъем, который накручивается на кабель, оплетка должна быть, не должна соприкасаться с центральной жилой. Центральная жила немножко должна торчать из разъема. Иногда бывает, что она очень сильно в глубине и не достает контакт. Третье, неисправность оборудования. Чаще всего надпись нет сигнала. То есть, если вы видите список каналов, но каналы не идут, пишут не сигналы, очень часто бывает, выходит блок питания из строя. Блок питания, спутниковые ресиверы обычно 12 вольт. То есть, это и на триколоровских приемниках, и на НТВ-плюсы. 12 вольт 2 ампера. То есть, если у вас есть из какого-то оборудования такой блок питания, можно просто его подключить и проверить. Если сигнал появился, то проблема решена. В принципе, блок питания – это все, что вы можете проверить сами. Для остального необходимо вскрывать приемник. Если вышел телевизор из строя, то сами вы его не сможете починить. Также хотелось бы отметить, что часто у спутниковых операторов меняются параметры каналов. И тогда на старых каналах может писать не сигналы. Но это не может случиться сразу на всех каналах. Поэтому, если у вас на всех каналах пишут не сигналы, тогда необходимо решать проблему. Если какие-то некоторые пропали и пишут не сигналы, то вполне возможно, вам поможет поиск каналов. То есть, необходимо запустить поиск каналов триколор и поиск каналов НТВ-плюс и найти эти каналы на новых частотах. Вторая большая группа причин – это внешние факторы. Внешним фактором можно отнести, когда на телевизоре пишут не сигналы, это, конечно же, непогода. То есть, если дождь стеной или град, то, конечно, может писать не сигналы. Необходимо подождать, пока погода станет нормальной и ухлаждаться просмотром. Стоит отметить, что очень часто погода хорошая, но сигнала нет из-за погоды в Москве. Потому что сигнал передается в Москве на спутник. И там тоже, если там плохая погода, то сигнал может прерываться. К этой же группе факторов можно отнести внешние такие, как деревья, здания. Очень часто у наших клиентов бывает, что построили многоэтажный дом, и он перекрыл сигнал. Или выросло дерево. Поэтому необходимо тоже посмотреть. Сигнал идет от антенны примерно под 40 градусов примерно вверх. То есть, если на этом уровне есть какие-то преграды, то вполне возможно, что в этом причина. И третья причина, почему может быть не сигнала, это не сигнала на спутник в антенне. Это не сигнала на разъеме телевизора. То есть, обычно не сигнала, может быть, и неправильно выбран HDMI-разъем. Или AV-выход. То есть, тюнер подключается к телевизору через HDMI-порт. Или тюльпаны, или SCART. То есть, по любому аудио-видеокабелю. Но на телевизоре, на пульте нужно выбрать этот разъем. Очень часто по неопытности пользователи считают, что это проблема с антеннами. На самом деле, необходимо выбрать, например, разъем HDMI-1. Или... Но кнопки на телевизорах могут называться AV, Source, Input. То есть, это нужно читать в каждом конкретном телевизоре инструкцию. И последним хотелось бы отметить, что, кроме нет сигнала, часто бывает табличка «канал закодирован». Это немного другая причина. Но в целом, это в основном связано или с оплатой. То есть, необходимо убедиться, оплачена ли у вас подписка за каналы. Или с активацией. Очень часто, если долго, например, на даче не смотришь Ticolor или NTV+, например, месяц, приезжаешь и пишет «кодированный канал», то необходимо всего лишь подождать в течение часа-получаса каналы пойдут. Главное, не переключать на другой канал. То есть, поставить на один канал, дождаться, и все каналы пойдут. Если все вот эти вышеназванные причины вам не помогли, способы, то тогда уже следует обращаться к специалистам. Если вы находитесь в Беларуси, можете обращаться к нам. Очень приятно, что вы смотрите наше видео. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. И напоминаю, что подписчики нашего канала получают специальные предложения и скидки. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok